Здравствуйте, друзья! Вот даже здесь, буквально на грядках, меня настигла наука. Попросили ответить на многочисленные вопросы наших зрителей по поводу новых препаратов, появившихся от производителя Profit. Всё дело в том, что в последнее время я занимался проверкой этих препаратов, ну и результаты уже поспели. И вот прямо здесь, прямо сейчас я этими результатами с вами и поделюсь. Препараты эти жидкие, в отличие от тех, которые нам уже известны были, это препараты нациолите, которые, конечно же, имели своё преимущество. Гранулярная форма понятна, и это реально удобно, и это такая классная идея. Но преимущества жидкой формы перед такими же аналогичными препаратами других производителей нашим зрителям непонятны. Я абсолютно не буду касаться действия и эффекта самих грибов. Если вы о них ничего не знали и их не используете, то, ну, наверное, лучше продолжайте, как и раньше, покупать пластиковые помидорчики в магазине. Конечно, кому-то больше нравится жидкая, кому-то гранулярная форма, но давайте я не буду тянуть кота за все подробности и сразу же открою вам самые главные тайны. Итак, основных преимуществ два, но они определяют абсолютно всё. Первое – это тип спор, используемых в этих препаратах. И второе, конечно же, цена. Причём хочу отметить, что цена относительная, то есть в перерасчёте на количество спор. Ведь, согласитесь, можно было бы сделать банки в два раза дешевле самых дешёвых, но туда налить просто воду, и это никого бы не удовлетворило. Большинство производителей либо не указывает тип спор на своей продукции, либо не указывает их количество, ну, чтобы не попасться на обмане наших с вами ожиданий. И вот если взять основную массу препаратов, которые есть на нашем рынке, если взять именно те препараты, на которых отмечена концентрация спор, даже самые известные, ну вот если у кого-то есть какие-то упаковочки, может старые, посмотрите, какая концентрация там указана. Самые известные производители указывают довольно большие цифры, ну, скажем, один миллиард спор на один грамм продукта, если это сухой препарат, или же тот же миллиард спор на один миллилитр, если это жидкие препараты. Казалось бы, огромное количество спор, но в микромире, в мире грибов, это не так уж и много. А если маточный раствор ещё предстоит разбавлять, то оно работает. Но, в общем, новые препараты от профита отличаются тем, что количество спор в них доведено до сумасшедших размеров, а именно в несколько триллионов спор на миллилитр препарата. Для сравнения, уважаемые друзья, я хочу сказать, что в одной банке такого препарата спор содержится, как в двух полных 200-литровых ваннах любого препарата, представленном на рынке Беларуси. В этих препаратах количество спор доведено до невероятного количества, в несколько триллионов на миллилитр. А при разведении, согласно инструкции, в 100 раз концентрация остаётся более чем в 10 раз выше концентрации маточных растворов, известных большинства производителей. Представляете, какой грандиозный шаг вперёд. Ну и тип спор. У большинства производителей грибных препаратов споры не являются истинными. То есть, недолгоживущие, они обладают одним всего лишь защитным слоем и служат для быстрого вегетативного размножения в идеальных условиях. Такие споры получаются при выращивании гриба в жидких средах, в жидкости, в промышленных масштабах. Их ещё называют пропагулами. Это то же самое, что мы возьмём веточку, кусочек побега смородины, быстренько срежем, воткнём в почву влажную, накроем тепличкой. И существует вероятность весьма большая, что этот побег приживётся и пустит корни. Но если мы этот кусочек побега срежем, положим где-то на полочку, забудем о нём где-то на полгода, то через полгода он уже вряд ли прорастёт. Вот примерно такое и отличие. А здесь же производитель пошёл своим путём, который используют современные мировые производители. Споры получают, во-первых, на твёрдых средах. То есть максимально приближенных к реальным условиям. Гриб настроен на быстрое прорастание не только в идеальных местах, когда тебя буквально кормят с ложечки, а просто при наличии органики. Ну и эти споры иные. Их призвание – реальное выживание. В сложных условиях, ну и, конечно же, быстрое распространение. У них двойная стенка, и они могут сохраняться годами. Кстати, в таком же препарате этого производителя против нематод количество враждебных бактерий, враждебных для нематод бактерий, также увеличено более чем в 10 раз. Но вы знаете, все мы ходили в школу, поэтому задуматься над моими словами – это уже ваше желание и ваши возможности. И пусть ничего не испортит нам наше дачное настроение этим летом. Всего хорошего. Ставьте лайки и подписывайтесь, если вы этого еще не сделали. Надо поливать огород.